Итак, тема сегодняшней нашей кулинарной... Тема кулинарного приключения, я бы так сказал, окрошка. И окрошечную тему я начну с экскурсов в истории. Помните картину «Бурлаки на Волге»? Так вот, по версии историков, первыми окрошку стали делать именно они, бурлаки. Утром их кормили кашей, а на обед давали сушеную воблу, которую они приноровились размачивать в квасе. Потом для пущей сытости бурлаки стали добавлять в квас и собранные по прибрежным огородам овощи, картошечку, которую по ночам загодя пекли в углях, редиску, огурцы, репу и так далее. Любопытно, что когда окрошка из бурлатской похлебки с воблой превратилась в блюдо, которым жарким летом не гнушались и бояре, им подавали это не как первое блюдо, а как закуску. Готовили ее на кислых щах, так в те времена называли квас, а также на огуречном и капустном рассоле, на кислом молоке, молочной сыворотке или пахте. То есть в русской кухне, в зависимости от жидкой составляющей, существовало как минимум 7 вариантов окрошки. Ну, не знаю, были ли свои бурлаки, например, в Туркмении, но там тоже есть окрошка. Только вместо кваса используют кефир, а заправляют туркмены свою окрошку не только рубленной зеленью и солей, но и небольшим количеством сахара. В Литве вместо отварного мяса добавляют обжаренный мясной фарш. Интересная идея, правда? А заправляют столовой ложкой измельченного чеснока с майонезом. В Узбекистане тоже есть своя окрошка, она называется чалоп. В Беларуси готовят холодник на свекольном отваре с добавлением огуречного рассола или лимонного сока. В Болгарии в жаркие дни принято готовить окрошку таратор, куда добавляют грецкие орехи. А в Индии охлажденный натуральный йогурт разбавляют холодным куриным бульоном, а затем взбивают и добавляют припущенные томаты и огурцы, заправляя все это дело натертым имбирем, кари, мятой и другими экзотическими пряностями. Вот теперь и гадай, русское ли это блюдо окрошка? Но великий историк кулинарии Вильям Похлебкин, книги которого у меня всегда лежат под подушкой, утверждает, что окрошка на квасе 100% блюдо русское. Он же учит, что искусство приготовления окрошки состоит в достижении такого соотношения между вкусом жидкости и вкусом твердых сырых частей окрошки, чтобы ни один из компонентов не выделялся, а все вместе они образовывали бы один окрошечный характерный вкус. В зависимости от твердой составляющей, Похлебкин делит русскую квасную окрошку на три вида – овощную, мясную или рыбную. На мясную окрошку в старые добрые времена, кстати, шла невареная колбаса, упаси боже, а мясо, срезанное с бульонных костей, более мягкое и нежное. В старинной русской окрошке предпочитали сочетать мясо поросенка, индейки и тетерева. Из рыбы годятся в окрошку линь, судак, поскольку их мясо сладкое, нейтральное и не очень костистое, а из морских только треска, запомните, только треска, наиболее нейтральная по вкусу и нежирная. Ну и квас. Квас для окрошки делали особый, так называемый белый окрошечный квас, более кислый, чем обычный питьевой. Ну, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то из вас будет заморачиваться с приготовлением белого кваса. Это очень хлопотно, поэтому давайте экспериментировать с тем, что есть в магазинах Америки. По моему опыту, самый лучший в Штатах – это канадский импортный живой квас, который вы можете найти в холодильниках русских магазинов. Ищите канадский живой квас. Это то, что надо для окрошки. Ну и в завершении моей попытки заставить вас глотнуть слюнку, мечтая об окрошечке, необычный рецепт. То, что я попробовал недавно в гостях у знакомых. Удивитесь, но это грибная окрошка, причем из соленых грибов. Не маринованных, а из соленых грибов. Сделать ее просто. Соленые грибы, любые, но не маринованные. Нужно промыть под холодной водой и откинуть на дуршлаг. Затем нашинковать их и свежие огурцы. Нарезать зеленый лук и зелень. Все перемешать. Отваренные картофель и морковь. Да, да, не удивляйтесь, морковка в этой окрошке чувствует себя почти дома. Нужно очистить и нарезать кубиками. Яйца сварить вкрутую. Белки нарезать кубиками. А желтки, внимание, отложить в сторону. Это один из главных секретов. Желтки нужно тщательно растереть в отдельной посуде с, запоминайте, горчицей и сметаной. И вот этой смесью заправляется готовая грибная окрошка с квасом. Возможно, именно она и придает ей столь восхитительный вкус. Попробуйте, попробуйте. Я плохому не научу. Пусть первая в вашей жизни грибная окрошка получится на славу. Не откладывайте на завтра то, что можно приготовить сегодня. И попробуйте удивить ваших гостей, которые соберутся вместе с вами отпраздновать День независимости грибной окрошкой по рецепту шоу Почти дома.